В эфире выпуск о главных событиях к этому часу. ЛДПР стала первой партией, открывшей свой избирательный штаб в рамках предстоящих президентских выборов еще в декабре прошлого года. Накануне работу колл-центра представителям СМИ лично презентовал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. В режиме нон-стоп здесь принимают обращения граждан, отвечают на звонки и письма со всей страны, а также обрабатывают запросы проекта всероссийского опроса граждан, стартовавшего по инициативе Леонида Слуцкого. Очень классно следует, подчеркнуто с добром, с любовью. Они действительно несут решение проблем. Это действительно не просто колл-центр. Это мы называем центр добра. Невероятный объем обращений, просто невероятный. И это все обрабатывается, это все решается и готовятся ответы, но не от писки. Кому больше кроме отписок нам сказать нечего, тем не отвечаем, пока не разошьем ту или иную, сколь угодно, сколь угодно нестандартную проблему. Колл-центр скоро переедет. В наших возможностях колл-центра, вы видели, уже несколько десятков волонтеров работают в круглосуточном режиме. Мы избирательный штаб. Мы работаем вместе с тем не на то, чтобы как-то путем специальных политических технологий как-то схайповать в эти месяцы и резко повысить какие-то цифры. Кандидатов в президенты все знают. Наша задача и наша популярность это в том, что мы решаем проблему людей. Доходить до каждой семьи, до каждого человека учил Великий Жириновский. И насколько у нас это получится, насколько мы сумеем решать вопросы простых людей, вопросы системные, которые потом становятся частью наших законодательных предложений, федеральных законов. Вопросы единичные, но болезненные для того или иного человека, семьи, группы людей. Все это предмет нашей деятельности. Сегодня наши мобильные приемные, наши агит-автобусы находятся в 40 населенных пунктах. Вот именно в этот момент, сейчас они отображены на интерактивной карте, которая в восьми регионах. Движения продолжаются. 17 марта значительная часть регионов, за исключением Дальнего Востока, Арктических регионов, будут пройдены. Мы работаем без выходных. И те регионы, где большая разница в часовом поясе, мы там работаем, наверное, активнее, чем с теми, у кого разница с Москвой не столь велика. Используем нерочное время. Кто-то из ребят-волонтеров отдыхает днем. Мы не допускаем, чтобы кто-то у нас надрывался. Но работаем так, чтобы нагрузка, если брать интерактивную карту России, была равномерной. У нас многие из дальних регионов дают нам такие вопросы, что закачаешься, когда понимаешь, что эти проблемы реально существуют. Но, тем не менее, никуда не денешься. Надо решать. И будем решать. Избирательный штаб вышел на проектную мощность. Сегодня наша задача, как избирательного штаба, это не политика, это технология работы в преддверии президентских выборов, чтобы охвачены были все, кому есть, что сказать, о чем меняться, о чем попросить кандидата в президенты. Вне зависимости от парт билетов в кармане, возраста, места проживания. И я, когда говорю, что штаб вышел на проектную мощность, говорю о том, что нам удается все это и в полном объеме отслеживать, с этим работать. Штаб с каждым днем продвигается, возрастает по своим направлением работы. Поэтому всегда вас ждем в гости. В ходе презентации федерального избирательного штаба Леонид Слуцкий продемонстрировал журналистам работу политического алгоритма Нейра Жириновский. Задать ему вопрос можете и вы. Для этого нужно перейти на официальный телеграм-канал Нейра Жириновский ЛДПР. Адрес вы сейчас видите на своих экранах. Часто меня спрашивают, дорогие коллеги, и в частности в преддверии нашей сегодняшней встречи по поводу использования искусственного интеллекта в работе избирательного штаба в моей избирательной компании сейчас как кандидата. Поэтому я подготовился. Мы искусственный интеллект в работе используем пока не на полную катушку. Когда-то будем использовать гораздо больше. Но наш первый в мире политический алгоритм искусственный интеллект Жириновский нарастает, возрастает. Его можно уже услышать и в интернете. И сейчас я хочу дать возможность тем кто захочет задать вопросы нашему алгоритму, нашему алгоритму искусственный интеллект Жириновский в прямом эфире. Пожалуйста. Давайте подключим. Иван Кузнецов. Так точно. Чуть ближе и пожалуйста. Владимир Вольфович, скажите пожалуйста, как и чем вы помогаете Леониду Слуцкому в избирательной кампании? Сейчас он скажет. А чем я могу помочь Леониду Слуцкому, если я не Россия, а Слуцкий настоящий опытный политик, который лучше меня знает, куда вести ЛДПР? Я всего лишь цифровой ученик Жириновского, Олег Двардович Слуцкий. Его реальный преемник. И это не я помогаю Слуцкому, а он помогает мне развиваться и быть нужным. Я горжусь тем, что могу поддерживать его идеи и бороться за интересы России вместе с ним. Спасибо, Владимир Вольфович. По данным исследования фонда «Общественное мнение», в России только 23% населения поддерживают ЕГЭ. Большинство же, а это 61% россиян, считают, что экзамен нужно отменить. Позиция ЛДПР по данному вопросу остается неизменной, что подтвердил и сам председатель партии Леонид Слуцкий, находясь с визитом в одной из московских школ. Представляете, сколько времени прошло? 20 лет, наверное. 20 лет мы всех мучаем ЕГЭ. Оказывается, часть абитурентов вообще им ЕГЭ не нужна. Дайте им аттестат о среднем образовании. Вот мы добьемся, что на будущий год 10 тысяч властников, это 70 тысяч, это хорошая цифра, не будут сдавать, им разрешено. А перспективы вообще отменить. Это архивное видео, где основатель ЛДПР Владимир Жириновский прозорливо предлагал постепенно избавляться от западных подходов в образовании и по возможности возвращаться к системе, которая отлично работала в советское время. До сих пор борьба с баллонскими методиками напоминает бой Дон Кихота с ветряными мельницами. Вместо шпаги слова и намерения. Но результата пока нет. Тем временем миллионы школьников вместо фундаментальных знаний озабочены лишь тем, как правильно расставить галочки в тестах ЕГЭ. Накануне председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посетил одну из московских школ, где уже сегодня не на словах, а на деле будущих выпускников готовят как настоящих профессионалов. Здесь готовят настоящих лингвистов в программе изучения сразу нескольких иностранных языков. Английский, испанский, итальянский и набирающий особую популярность сегодня китайский. А для технически одаренных ребят вообще самые широкие перспективы. У нас языковой уклон, у нас дети изучают английский и много есть кружков на доп. образовании, которые направлены на изучение английского, китайского, испанского, итальянского языков. И второе, это наша гордость, потому что мы все-таки частная школа, но у нас есть физмат-профиль, и он не просто так выражается в увеличенном количестве часов по этим предметам, а он еще и имеет продолжение, что для школ очень важно. Мы сотрудничаем с МФТИ, и соответственно у нас подписаны официальные соглашения о партнерстве. Это означает, что наши ребята могут получать на базе МФТИ занятия, знакомиться со специальностями, что очень важно для будущих сначала абитуриентов, а потом студентов. Примеры работы таких школ – лишь подтверждение позиции ЛДПР. Здесь не зубрят, а воспитывают. Мы немного в период специальной военной операции как-то отодвинули назад поддержку частных школ. Это неправильно. Учителя-энтузиасты, которые способны сформировать совершенно нестандартные педагогические коллективы, делают все для форсированного развития учеников, чтобы каждый ученик показал то, на что он в принципе способен. И тот, кто по сути гуманитарий, и тот, кто физик или математик. Что касается ЕГЭ, как раз практики таких частных школ, как та, в которой мы находимся, и их возникает все больше, это достаточно тяжело содержать, частную школу, их не столь много, но те, которые есть, доказывают нам лишний раз. И частная, и государственная, где учеников учат хорошо. Нам надо уходить от ЕГЭ. Нам надо быстрее выйти из баллонской системы. Стандарты, связанные с ЕГЭ, созданы, чтобы привести детей к общему интеллектуальному знаменателю и заглушить индивидуальность и творческий подход, отмечает председатель Леонид Слуцкий. И пора, наконец, понять, что за 20 лет единый государственный экзамен не стал знаком качества российского образования. А значит, наступил момент истины. Пора избавляться от этого англосаксонского атовизма. По данным правительства России, внутренний туризм за прошлый год стал рекордным и составил более 75 миллионов человек. Одним из набирающих популярность направлений у россиян становится агротуризм, поддержку развития которого недавно обсуждали в Госдуме. Так депутаты приняли в первом чтении законопроект, позволяющий фермерам размещать туристов в гостевых домах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Такое предложение не раз звучало из уст основателя ЛДПР Владимира Жириновского, отмечают парламентарии. Ряд инициатив, которые сегодня рассматриваются и обсуждаются, много лет озвучивали с представителями фракции ЛДПР, основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, от агротуризма. Он не только призывал развивать агротуризм, он сам выезжал в Курскую область, в Калужскую область, занимаясь агротуризмом и пропагандируя это новое направление. И только сейчас, много лет спустя, мы наконец начинаем формировать необходимую законодательную нормативно-правовую базу для развития агротуризма в нашей стране. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах, а также в телеграм-канале ЛДПР-ТВ. Субтитры сделал DimaTorzok